Всем привет! И сегодня я расскажу, как получить 4 достижения из DLC Lost Driver. House of Horrors, Pizza Party, Pick Up Pubes и Clone Car. Хочу предупредить вас, эти достижения невозможно получить в обычных играх в Аметисте, Слоу Крики или в классическом Lost Driver. Это DLC, то есть дополнение. Стоит оно 460 рублей, а входит в него огромная карта, куча новых фишек и, конечно же, новые достижения, о которых сегодня речь и пойдет. Итак, все достижения, которые находятся в разделе Lost Driver и относятся к DLC нового Lost Driver, получить возможно только при покупке дополнения игры на соответствующей карте. Ну а теперь приступим к выполнению этих достижений. Начнем с достижений, где вы должны привезти щенков в определенное место. House of Horrors, одно из этой пары достижений. Здесь вам необходимо привезти ваше потомство в дом охотника. Находится этот домик вот здесь. Заходите туда с щенками и вам выдают достижения. Следующее достижение – пицца-парти. В легендарном городе, который теперь изменен, появилось много зданий, в которые можно зайти. Одно из таких – пиццерия Кармеллы. Находится где-то в середине городка. В общем, заходите в пиццерию вместе с щенками и вам дадут эти достижения. А теперь поговорим о достижениях, где необходимо, чтобы щенки родились в определенном Дене. Начнем с пикап-пюбс. Есть такой Ден, который нам еще разработчики показывали, когда DLC еще не вышло. Это нора под старым ржавым грузовиком, который, видимо, сильно потрепан временем. В общем, заселяйтесь в эту норку и когда щенки появятся, вам дадут достижения. И последнее – Клоун Карм. Достижения посложнее. Здесь мало того, что вы должны заселиться в норе около вывески лица клоуна в городе, так еще и родить на свет 7 щенков. Легче будет выполнить, если вы возьмете мейта с 4 звездами. Как правило, совместимость с таким мейтом у вас больше, а значит, повышается шанс получить большой выводок щенков. Также не помешает перк Юношеская доблесть или Ютфилдпровис, который позволяет увеличить потомство. Короче, как вы поняли, произошел ачивмент Ерош. И ачивку я до сих пор не получила. Вот в тот момент, когда я сейчас монтирую это видео, у меня до сих пор нет этой ачивки. Вот прямо стим у меня открыт, и у меня эта ачивка высвечивается серым, но она не открытая. Я примерно три раза перезапускала игру. Ну, три раза я точно загружала сохранение. И один момент у меня было сохранение более раннее, еще до выбора Дэна. И, типа, это было моим единственным спасением в этом оплоте вот этой всей этой грязи ачивмент Ерора. Но прикол в том, что у меня компьютер слабый, и он загружал это сохранение около 20 минут. И, типа, было уже ясно, что она и загрузится. И в итоге я выключила игру. И вместе с этим распрощалась и это сохранение. Ну, я не знаю, это мне еще, наверное, повезло, потому что есть человек, который получил эту ачивку с девятого рождения щенков. И все восемь раз, восемь раз, ему попадались шесть щенков. Вот это я считаю вообще издевательство. Так, короче, четырехзвездный мейт не дает полной гарантии того, что вы получите сразу семь щенков. Я не знаю, от чего это зависит, это по сути своей рандом. То есть, как это фулл хаус достижения, это вообще рандом-рандом. Ну, там нужен трехзвездный мейт. Ну, короче, четырехзвездный мейт, он дает гарантию того, что вы... Гарантию, понимаете? Просто гарантию того, что у вас будет семь щенков. И как бы у вас может постоянно выпадать шесть, может быть пять. В общем, все это зависит от удачи и рандома. То есть, как повезет. Может быть, вы сразу получите достижение, родив семь щенков. Может быть, вам придется помучиться. Может, у вас слабый компьютер, вы загружаете за сохранение 20 минут. Короче, я надеюсь, что у вас получится быстро получить это достижение. Я буду его получать пытаться. И дальше вам желаю удачи и спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok